Девушки отдыхают Здравствуйте! Меня зовут Фархад Булатов. Я концертмейстер группы тромбонов Театра Астана-Опера. Также я являюсь преподавателем Казахского национального университета искусств по инструменту тромбон. Сегодня мы начинаем наше вводное занятие по тромбону. Тромбон известен нам более 400 лет. Это один из первых медных духовых инструментов, который был хроматическим, что позволяло ему играть все ноты звукоряда. Посмотрите, это называется кулиса. Благодаря этому механизму тромбон стал хроматическим. Во все времена композиторы использовали тромбон идиоматический. Было ли это связано со страшным судом, когда звучали последние трубы, и начинался страшный суд, либо когда рисовались идиллические картины рая. И в современном музыкальном мире тромбон существует и живет практически во всех жанрах. Но наиболее дома себя он чувствует в эстрадной музыке. В основном это джаз, фанг и остальная музыка такого, так называемого легкого жанра. Тромбон состоит из трех частей. Очень важная часть. Мундштук, кулисы и раструб. Как вы можете видеть, справа от меня более маленький тромбон. Этот тромбон называется тенор-тромбон. Он настроен на звуки си-бемоль. Этот тромбон называется альт-тромбон. Он настроен на кварту выше и начинается от ноты ми-бемоль. Этот инструмент в современном мире используется в основном для очень высоких партий в оркестре и также для исполнения старинных концертов, написанных специально для тромбона великими композиторами классической эпохи. Тромбон редко используется как сольный инструмент. В основном он используется в группе, в ансамблях, в группе симфонического оркестра. Поскольку у нас вводное занятие, сегодня я вам расскажу, как нужно держать тромбон и попробовать извлечь первый звук на нем. Тромбон нужно держать левой рукой. Если вы правша, бывают тромбоны для людей, которые левши. Обязательно нужно будет раскрыть ладонь, просунуть три пальца между кулисы, и указательный палец упирается в верхнюю часть кулисы, и ладонь упирается здесь. Обязательно согнуть локоть под таким углом, чтобы можно было долго держать инструмент в руках. Мунштук подносится к губам, и бытует мнение, что звук на тромбоне издается губами. На самом деле это заблуждение, что звук на тромбоне издается воздухом. Но если я просто дуну в инструмент, мы не получим никакого звука. Но губы также играют важную роль, поскольку они реагируют на скорость звука. И для того, чтобы они среагировали на скорость звука, не нужно правильно поставить амбушюр. Амбушюр — это положение губ при игре на инструменте. Это была нота си-бемоль, на которой настроен теноровый тромбон. Для того, чтобы научиться извлекать звук на инструменте, нужно потратить немало времени, занимаясь и понимая физику инструмента. Вообще освоение инструмента, такого как тромбон, происходит в освоении природы инструмента, природы звучания самого инструмента, того, как я уже объяснял, того, как губы реагируют на скорость воздуха, как нужно правильно держать тело для того, чтобы сильно не уставать, как нужно вдыхать и выдыхать. И также очень немаловажна кулисная техника. Кулиса позволила тромбону играть хроматические звуки, но также она является и большим недостатком инструмента, поскольку очень сложно отделять ноты точно друг от друга. Если мы будем просто двигать кулисы и играть на инструменте, у нас получится так называемое глиссанду. Очень часто используется для того, чтобы показать комические эффекты. Также глиссанду широко используют в джазе, например. Кулиса все-таки является большим преимуществом тромбона, но освоение кулисной техникой занимает достаточно времени, чтобы понять, как правильно ее держать, как правильно вовремя переходить из ноты в ноту, и чтобы была координация между языком и движением руки. Самый простой способ держать кулису – это представить, как будто вы держите в руках ключ, и также взяться за кулису и сверху просто подложить два нижних пальца. Так наиболее безопасно кулиса находится в руках, поскольку если ее уронить, то потребуется ремонт инструмента. И кисть должна быть расслабленной, и можно попробовать подвигать кулису. Она очень легко ходит, и кисть должна быть свободна. Принято считать, что самым главным в игре на духовых инструментах является дыхание. Есть так называемое исполнительское дыхание, и терминология специальная для этого существует. Но самый простой способ освоить дыхание в игре на инструменте – это смотреть в сторону природы. Оно должно быть абсолютно натуральным, в этом не должно быть ничего сложного, никаких сложных концепций. И при игре на инструменте можно просто тренировать дыхание. Мы можем просто услышать, что свободный выдох, никаких сложных концепций, ничего сложного. Самые первые уроки в игре на медном духовом инструменте, таком как тромбон, начинаются с постановки амбушюра. Амбушюр, как я уже сказал, это исполнительский аппарат музыканта-духовика. И самое главное в амбушюре – это держать уголки, губ, и чтобы подбородок был плоский. Все мы разные, у каждого разное строение рта, разные зубы и разная кожа. И каждая постановка, она индивидуальна и уникальна. Нет эталонного аппарата. Каждый находит для себя что-то свое. Но мудрый педагог всегда может смотреть и направлять развитие аппарата, поскольку от этого зависит будущее духовика, исполнителя на духовом инструменте, поскольку правильно развитый аппарат, наиболее эргономично, он в будущем позволяет избежать серьезных проблем с игрой на инструменте и задержек в развитии. Самым главным все-таки в развитии игре на инструменте является, наверное, не занятие на инструменте, а прослушивание музыки. Тот слуховой опыт, тот образ, который вы видите, который вы хотите воссоздать. Для чего вы осваиваете инструмент, что вы хотите этим сказать? Потому что инструмент – это своего рода окно в мир музыки, которым вы хотите жить, которое вы хотите показывать другим людям. И инструмент – это всего лишь способ. Но для того, чтобы его освоить, вам нужно понимать, что вы хотите этим сказать, что вы видите у себя, какие картины, возможно, вы хотите показать другим людям, в какие дали вы хотите с собой взять в путешествия по миру музыки. Вот это самое главное. И затем, если у вас есть такая картина в вашем воображении, тогда вам легче будет осваивать инструмент. Тромбон, как и все медные духовые инструменты, построен на звуках натурального звукоряда. Если си-бемоль – это средний регистр, и си-бемоль – нижняя, на кванту вниз. Это так называемый нижний регистр, средний. Репертуар тромбона в основном состоит из современных сочинений, современных композиторов. К сожалению, такие композиторы, как Бетховен, Моцарт, Гайден, если вернуться ранее, Бах, не писали для тромбона, поскольку он не был светским инструментом, а был духовным, как я уже говорил. Он использовался для показывания картин ада, рая и в более духовной музыке. И также у таких композиторов, как Монтеверти. Весь основной репертуар сейчас тромбонов состоит из сочинений, написанных в конце 19 века. 20 век является настоящим золотым веком тромбона, поскольку тромбон вышел на большую сцену. Тромбонисты были как рок-звезды сейчас, особенно в начале 20 века. Такие, как Артур Прайер, Глен Миллер. Все знают этих композиторов, все слышали эту музыку, даже если не знают этих исполнителей. Большинство сочинений для инструмента сейчас заказываются выдающимися солистами современными, такими, как Йорген Ван Райан, Джозефа Лести, Кристиан Линберг. Кристиан Линберг, кстати, сам пишет для тромбона очень много. И эти выдающиеся инструменталисты заказывают произведения выдающимся композиторам современным, для того, чтобы они специально писали для тромбона. Они пишутся вместе с композиторами и постепенно входят в репертуар всех остальных тромбонов. Тромбон – это не совсем сольный инструмент. Очень хорошо он звучит в ансамблях, в трио, в квартетах. Квартет тромбонов – это классический состав ансамбля. И очень много музыки написано. Существует очень много престижных конкурсов для квартета тромбонов. И я сам играю в таком квартете тромбонов. Но он не очень сольный инструмент. И более сольный он в джазе. Попробую я показать, продемонстрировать что-то из такого репертуара. Я уже играл вам на теноровом тромбоне. Сейчас я хочу продемонстрировать вам альтовый тромбон. Это мой любимый инструмент. Я на нем очень много выступаю, очень много играю. Для альтового тромбона написано достаточное количество классических старинных концертов. И я покажу один из них. Эпизод. И в завершении нашего вводного занятия я продемонстрирую вам звучание тромбона. Звучит музыка. Звучит музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА